Первый в новом 2021 автопробег в городе над Бугом собрал на площадке у рынка лагуна множество людей разного возраста, социального статуса и профессий, выступающих за мир и стабильность в стране. Свою поездку они посвятили Дню Защитника Отечества и всем тем, кто причастен к этому празднику. И хотя идея автопробега возникла у представительниц Белорусского союза женщин, не остались в стороне и другие общественные объединения. Мы инициировали такое замечательное мероприятие, автопробег в поддержку наших воинов-защитников, в поддержку нашего независимости, ну и в том числе отдать дань тем людям, которые обеспечили это мирное небо над нашими головами. 2021 год это год народного единства, понимаете, и вот оно, единство. Ведь это мероприятие направлено именно на это. У нас очень, мы разные, но у нас очень много общего. Любовь к родине, любовь к нашей истории, уважительное отношение к старшему поколению, забота о молодежи. И все мероприятия, которые мы и планировали, и планируем, и проводим сейчас уже начинаем, это направлено на сплочение белорусского народа. Одни участники приехали целыми семьями, а другие прямо здесь находили единомышленников. Присоединились к движению и представители войсковых частей города. Видите, сколько людей, в каком прекрасном настроении. Все с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Ну и десантники никогда не оставались в стороне. Мы всегда рады присутствовать на всех мероприятиях, которые объединяют людей. Порядка 100 автомобилей под флагами проследовали колонной по знаковым местам нашего города. Одной из которых – выставка военной техники у стен Ледового дворца. Мы уже познакомились со многими. У нас уже появилось общение, мы встречаемся, обнимаемся. В общем, это очень хорошее и интересное для нас, для всех мероприятие. Так ждала я эту субботу. Я вообще увидела своих родных, близких. У меня такое ощущение классное. И вообще за Беларусь! По доброй традиции ключевой точкой маршрута стала Брестская крепость-герой, где в памяти погибших героев Великой Отечественной войны участники автопробега возложили цветы и венки у вечного огня.